Северо-осетинский заложник Главная новость сейчас это то, что появились первые слова президента Северной Осетии Александра Дзасохова. Он говорил о многом и в частности он говорил о том, как идут контакты с боевиками. Он сообщил очень важную вещь. Сегодня, через некоторое время, эти контакты должны стать интенсивнее. Мы сможем сейчас послушать, что он сказал. К настоящему моменту мы не располагаем сведениями о том, какие выдвигаются конкретно требования или предложения. Но очень важно, что прогнозируем в конце дня, может быть после трех часов дня, существенную интенсификацию контактов с лицами, которые удерживают заложников. И я могу сказать, что возможно действующие лица, как переговорщики, будут не только в том составе, как сейчас, но появятся новые заметные фигуры. Еще Александр Дзасохов говорил о том, что мы у него спросили, каким образом могли вообще эти боевики попасть на территорию Северной Осетии. Он говорил очень откровенно и говорил он о том, что рядом с Северной Осетией, буквально в нескольких километрах, в нескольких минутах езды, есть другие регионы. И в одной Северной Осетии с этой проблемой справиться невозможно. Давайте послушаем его. Любой на моем месте сказал бы, расследуем и впредь не допустим. А я скажу так, как есть на самом деле. Все, что здесь, на юге России, все, что по обе стороны административных границ субъектов, это совершенно небольшие расстояния. Вот это все, что мы можем пока сообщить вам сегодня. И, видимо, как сказал Александр Дзасохов, скоро будут какие-то другие новости. Спасибо, Маргарита. Будем ждать от вас новостей. В Беслане работает наш корреспондент Маргарита Симонен. Продолжение следует...